Девушки отдыхают И да, я кое-что знаю о Сарене Я слышала, ваша информация немало стоит Да, как правило, эта информация стоит небольшого состояния Но у нас, дружочек, обстоятельства исключительные Поэтому вы получите эти сведения бесплатно И в чем подвох? Никаких подвохов Серый посредник очень недоволен Сареном Они охотно вели совместные дела Пока Сарен не утратил лояльность Вот что происходит, когда ведешь дела с предателями, вроде Сарена Что бы вы ни думали о Сарене Он далеко не глупец Он знает, что Серый посредник — ценный союзник Воевать с ним не имеет смысла, если на кону не стоит ничего жизненно важного Подробностей не знаю, но Серый посредник нанял кого-то, чтобы убрать его Какого-то Крогана Мне кажется, я его знаю Его зовут Рекс Да, думаю, это он Я слышал, дружочек, он сейчас в СБЦ Если поспешите, успеете поговорить с ним до того, как он покинет Академию Удивительно, что Кроган хочет пообщаться с СБЦ Весьма Однако я сомневаюсь, что это его выбор Если хотите узнать больше, поговорите с ним Расскажите мне о Сером посреднике Многие считают, что я занимаюсь финансами Но моя основная валюта — это информация Я торгую информацией, и она приносит мне хороший доход Но настоящий мастер — это Серый посредник Каждый день он покупает и продает секреты, которые могли бы свергнуть правительство Всегда заключая сделку с тем, кто предложит лучшую цену И ему как-то удается не нарушать естественный ход вещей Все эти секреты, видимо, уравновешивают друг друга И в конце концов не остается ни победителей, ни проигравших У вас есть мысли, кем он может быть? Я не знаю, никто не знает Серый посредник может быть любой расы и любого пола У меня есть теория о том, что на самом деле Это целая группа, изображающая одного человека А как иначе у него может быть столько контактов одновременно? Как он может сделать так, чтобы информация не пересекалась? Однако маска просто идеальная Каждое правительство вынуждено играть в свою игру Чтобы не отстать от остальных И независимо от того, сколько вы играете И сколько секретов вам удается узнать Вы никогда не выиграете Я думала, вы больше знаете о своем работодателе Время от времени ко мне приходит какая-то информация Я продаю ее Серому посреднику Больше я не делаю ничего И это меня вполне устраивает Чем больше ты знаешь, тем опаснее становится игра Я не люблю опасности, дружочек Думаю, это ваша прерогатива Мне нужно идти До свидания, дружочек До свидания, дружочек Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это туристический На дальнем конце этого уровня Вы видите башню Расскажите мне о посольстве Последнее посольство Открытое на цитадели Почему первым открылось башню? Они в знак признания их заслуг Почему их не приняли в совет? Совет несет большую ответственность перед галактикой Он обеспечивает флотилию цитадели кораблями и персоналом Он часто предоставляет экономическую помощь В случае стихийных бедствий Было бы несправедливо перекладывать эту ответственность На расу, которая не может выполнить подобные требования Посольства второстепенных рас Дают им возможность защищать свои интересы на цитадели Какое презрение к другим расам? Я приношу извинения, если обидела вас Официальную жалобу в письменном виде Вы можете подать в отдел туризма и посещений До свидания До свидания Благодарим вас за использование Авины Приятного пребывания на цитадели Авины Шепард, чем могу быть полезен? Расскажите мне о расследовании Которые проводятся в отношении Сарана Извините, капитан Но я не могу разглашать подробности текущих расследований Тогда расскажите, что вам известно о Гаруси Гаруси в Акариане? Хороший офицер Я бы даже сказал, очень хороший Но ему не мешает научиться терпению Казалось бы, что мешает Стражу Порядку Уделять больше внимания дисциплине? Что-нибудь еще? Мне пора До свидания, капитан Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я же уже говорил, вам нельзя здесь находиться. Проповедник полагает, что у него есть право свободно здесь передвигаться. Вы нарушаете общественный порядок. Будьте добры, соблюдайте законы цитадели. Проповедник не понимает, почему другие не хотят, чтобы слово вдохновителей распространялось. Этот Ханар ничего слушать не хочет. Почему он не может вести себя как законопослушный гражданин? Вам нужно быть более снисходительным. Я пытаюсь убедить этого Ханара, что он может молоть свою чушь, если купит разрешение на проповедь. Если Ханар купит разрешение, он сможет читать проповеди? Нет. Зарегистрированные проповедники должны подчиняться правилам. Они могут читать проповеди только в специальных районах. В случае нарушения этих правил, разрешение аннулируется. С какой целью были введены ограничения на проповеди? Регистрация проповедников через покупку разрешений позволяет отсеять нежелательных особ. Это сделано в целях безопасности станции. Цитадель имеет слишком большое значение. Еще не хватало, чтобы здесь начались религиозные войны. Почему бы вам просто не арестовать Ханара? Я мог бы арестовать Медузу. Но мое начальство настаивает на том, чтобы я нашел способ избежать ссоры с Ханаром. Ханары начинают заявлять о себе, когда чувствуют, что кто-то попирает их религиозные права. Если хотите, я могу поговорить с Ханаром. Я уже полдня потратил на эту упертую Медузу. Можете, конечно, попытаться, если вам так хочется. Человека интересуют вдохновители? Или он помогает достопочтенному офицеру СБЦ? Вы так собираетесь донести истину вдохновителей до других? Истину вдохновителей должны узнать. Они дали Ханарам возможность говорить и подарили вселенной ретрансляторы. Проповедник просто хочет поделиться истиной с любым слушателем. Он не собирается причинять неприятности. Что, если я куплю вам разрешение на проповедь? Деньги лишь часть ограничения. Проповедник не считает, что должен платить за право делиться истиной. Кроме того, у проповедника нет 150 кредитов, чтобы заплатить за разрешение. Я еще вернусь. Проповедник продолжит разносить свое послание. Ну-ка, удалось решить проблему с этим Ханаром? Я думаю, вы должны разрешить Ханару читать проповеди в Президиуме. Президиум — это культурный центр. Нужно проявлять уважение. Религиозным фанатикам с идиотскими идеями здесь делать нечего. С какой стати к Медузам должно быть особое отношение? Все остальные расы чтут законы. Если я куплю ему разрешение на проповедь, это решит проблему? Если он не будет с этим разрешением покидать предписанных районов, да. Для меня проблема будет решена. Я вернусь. Меня не интересует, что вы будете делать. Просто избавьтесь от Ханара. Человека интересуют вдохновители или он помогает достопочтенному офицеру СБЦ? Офицер СБЦ просто выполняет свою работу. Вы доставляете неприятности. Проповедник слишком скромен, чтобы обвинить офицера СБЦ в предвзятости. Проповедник просто хочет поделиться истиной с любым слушателем. Он не собирается причинять неприятности. Я еще вернусь. Проповедник продолжит разносить свое послание. В свете недавней атаки на Иден Прайм многие колониальные инвесторы прекращают финансовую поддержку будущих проектов. Сторонники колонизации из расы людей настаивают на том, что Иден Прайм был единичным случаем. Однако количество желающих стать колонистами резко уменьшилось. Многие предложения о колонизации были заморожены в ожидании гарантии безопасности для поселений. Серьезно думаешь, что мы найдем его тут? Он всегда заходит сюда, чтобы сыграть пару раз в Квазар перед тем, как доставить товар. Фист будет злой как черт, если узнает, что мы накрыли его поставщика. В этом все дело. Мы хотим его разозлить. Злые люди допускают ошибки. Что-то в этом Фисте меня напрягает. Хорошо. Он опасный человек. А теперь гляди в оба. Похоже, что злоумышленник перенаправил сигнал на скрытый ретранслятор. Я прослежу новый сигнал. Злоумышленник перенаправил сигнал. Соларианские археологи столкнулись с неожиданной проблемой после обнаружения протеанских руин. Группа ханаров, протестующих против раскопок, перегородила проход к руинам. Они утверждают, что артефакты вдохновителей нельзя тревожить. Исследователи обратились к представителям ханаров на цитадели для дипломатического разрешения ситуации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я никому не говорила, клянусь! Очень разумно с твоей стороны. Если Гарус объявится, веди себя хорошо. Держи рот на замке. Кто вы? Отпусти её. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ 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 МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА